«Лебединый дух» презентация книги под таким названием прошла в культурно-деловом центре Арктика. Ее автор Алексей Сухановский написал много книг, и каждая вторая, о Ненинском округе и его жителях. Кто стал героем новой исторической книги, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Мало кто знает, что в героическом подвиге капитана Гастелло принимал участие наш земляк, уроженец Нижней Пёше Алексей Калинин. Младший сержант Ради Стрелок погиб вместе со своим знаменитым экипажем, направив горящий самолет в группу танков противника. Именно своему тезке Алексею Калинину Сухановский посвятил книгу «Лебединый дух». Боевой вылет в бессмертии описан автором в книге. Жирный черный дым траурно взмывается над местом гибели бомбардировщика. По словам старшего лейтенанта Рыбаса, они видели, как капитан Гастелло развернулся на горящем самолете и повел его в самую гущу танков. Столб огня объял пламенем танки и фашистские экипажи. Такой дорогой ценой заплатили фашисты за смерть летчика капитана Гастелло и смерть героического экипажа. На месте падения самолета в останках двух человек местные жители нашли письмо на имя Скоробогатого и пластмассовый пенал посмертного медальона. Когда открутили вспученную жаром крышечку, то извлекли полоску длинной грязно-желтой бумаги, на которой смогли прочитать лишь уцелевшие инициалы, инициалы нашего земляка. Римма Костина о подвиге капитана услышала в родном городе Сталинграде. Тогда она была совсем маленькая, но ее очень впечатлил подвиг отчаянного летчика. И поэтому, знаете, как интересно переплетается судьба. Узнав сначала о подвиге в детстве, потом оказываешься даже как-то сопричастным к этому подвигу через много лет, потому что живешь там, где жил герой. Римма Костина родилась в Сталинграде, а много лет живет и работает в Ненецком округе. И благодарна нашим землякам, которые освобождали ее родной город от фашистов. 39 наших земляков погибли, защищая Сталинград. Сегодня, держа книгу в руках, Римма Васильевна не смогла сдержать слез и выступила с пожеланием, что это издание должно быть в каждом учебном заведении. На таких примерах надо воспитывать подрастающие поколения. Поддержали ее и другие участники презентации. Книга богата иллюстрациями. В ней представлены фотографии из фондов Ненинского и Архангельского краеведческих музеев. Кадры из журнала Der Aller 1941 года и сайта «Военный альбом». Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».